привет друзья у меня тут недавно в голосовом чате возник спор можно ли на кросс марже изменить плечо я говорю что можно конечно плечо изменить но это абсолютно вам ничего не даст но мне говорили что нет цена ликвидации якобы меняется и даже увеличивается депозит давайте попробуем выяснить это на каком-нибудь конкретном примере он допустим у нас есть депозит 1000 долларов мы хотим купить какую-нибудь монету неважно xy у нее сейчас цена 100 долларов мы хотим взять 20 монет то есть нам нужно 2000 до 20 монет умножить на 100 равно 2000 сделку мы берем на десятом плече x10 что у нас получается маржа будет при этом 200 долларов и кредит будет 1800 долларов и значит теперь вопрос где будет ваша ликвидация вот так у вас сделка 2000 10 плечо значит минус 10 процентов от цены значит на 90 долларов будет у вас ликвидация и вот именно эта цифра 90 долларов у вас и будет стоять сделка как ликвидации прайс но мы же работаем на кросс маржи что произойдет когда цена достигнет 90 долларов то есть упадет на 90 долларов у вас включается остаток вашего депозита как поддержка то есть фактически на 90 долларов цены вы израсходуете вашу маржу 200 долларов и начнете использовать оставшиеся 800 долларов из вашего депозита они будут уменьшаться то есть фактически никакой ликвидации на 90 долларов не наступит когда же она у нас наступит давайте посчитаем вы же взяли кредит на 1800 долларов 200 потратили у вас осталось 800 значит 800 вы можете отдать сразу еще вам нужно отдать тысячу у вас есть 20 монет значит когда цена этих монет упадет настолько что они станут стоят 1000 долларов вот тогда и наступит ликвидация когда это произойдет когда цена монеты будет 20 умножить на 50 равно 1000 то есть так настоящая ликвидация у вас настанет на цене 50 долларов значит и теперь вы можете подумать а давай-ка я плечо уменьшу вот таким образом возьму кредит меньше хорошо давайте посчитаем возьмем плечо x5 то есть ваша маржа будет 400 долларов и в кредит вы берете 1600 долларов где будет ваша ликвидация значит на пятом плече минус 20 процентов то есть ликвидация вашей сделки будет написано 80 долларов и что произойдет когда цена опустится до 80 долларов у вас вступает остаток вашего депозита как обеспечение сделки но на этот раз вы взяли в долг 1600 долларов и отдавать вам надо будет тоже 1600 долларов 400 вы потратили у вас осталось 600 долларов и должны вы еще тысячу поэтому уже где-то видели вот оно когда цена опустится до 50 ваши монеты станут стоить тысячу долларов 600 у вас осталось значит ваша настоящая ликвидация все равно остается 50 долларов и вы можете эти плечи изменять как угодно ваша настоящая ликвидация то есть когда депозит закончится полностью будет 50 долларов вообще на кросс маржа можно считать это немножко легче и более понятно вот допустим вы вошли в сделку на две тысячи долларов считайте что вы одолжили убежать две тысячи долларов и купили монеты у вас своих денег есть тысяча долларов и 20 монет и теперь чтобы отдать долг вам нужно отдать эту тысячу остается еще тысяча значит 20 монет умножить на 50 долларов равно вторая тысяча вот тогда вы погасите этот долг можете вообще эти плечи не учитывать на кросс марже совершенно то есть самое главное это сколько вы какой объем сделки у вас вот это вот две тысячи вот это вот решающее число вот и все я надеюсь что этот вопрос мы прояснили вот так вот 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 Продолжение следует...